Итак, друзья, всем привет, с вами Роман Ястреб. Ну что, давайте не будем затягивать, сразу перейдем к обзору этих прекрасных ноутбуков. Значит, и сразу скажу краткий момент, который вы должны знать. Итак, компания MSI в этом году представила серию ноутбуков игровых, ну, там, подигровых, да, и бизнес-сегмент ноутбуков. Я сделал онлайн, можно так сказать, голосование в Телеграме, у ребят спросил, что вам больше всего интересно. Они проголосовали за обзор про всю бизнес-линейку. Поэтому перед вашими сейчас экранами как раз вся бизнес-линейка из трех ноутбуков, 13-м поколением процов, то есть в этом отношении это самый топ, самый последний. Поэтому в этом отношении сегодня вы как раз узнаете все про эти ноутбуки. Вот, но перед тем, как мы начнем, я сразу хочу сказать. Дело в том, что компания MSI, поправьте меня, если я ошибаюсь, но это, походу, единственная компания, которая вот с 22-го года не ушла с российского рынка. То есть ушли там Asus, ушли Lenovo, остальные все. То есть все ушли, компания MSI не ушла. Знаете, тут дело даже, знаете, ну, не про патриотизм, про верность, а про то, что я сейчас выражусь, наверное, как обычный пользователь. Когда я покупаю какой-то компьютер, когда я покупаю какую-то железку, простыми словами, то мне нужна поддержка. Там последний какой-то, может, биос, да, какие-то последние драйвера и так далее, и так далее. И когда я захожу на сайт, я не хочу видеть, как пользователь, ой, простите, значит, эта услуга в вашем регионе больше не доступна. Мне вот это нахрен все не упало, мне вот это вот не нужно. Поэтому я хочу платить деньги той компании, которая изначально сделала выбор. Я остаюсь в Российской Федерации, я работаю, я продаю. Поэтому, поскольку компания MSI остается на российском рынке, я могу сразу, ну, можно так сказать, с уверенностью говорить, что это очень хороший признак того, что компания понимает важность нашего рынка. Поэтому я вот был на открытии этих как раз новых ноутбуков, всех сегментов, да, игровых. И что самое интересное, что мне понравилось? Мне понравилось то, что компания вкладывает, у них есть поддержка, они полностью работают в нашем рынке. Вот, у них не закрываются никакие представительства в Москве, у них все работает, техническая поддержка. И из-за этого можно с уверенностью брать эти ноутбуки и не переживать. Потому что если они 22-й год и в 23-м году они успешно все работают, они реализовывают свои продукты, то смысл им тогда уходить. Потому что они прекрасно себя чувствуют и они поддерживают дальше российского пользователя. Поэтому только уже из-за этого вы можете быть сразу уже уверены, что покупая компьютер от MSI у вас будет поддержка, у вас будет гарантия, у вас будут там ремонты какие-то и так далее, и так далее. То есть в этом отношении это офигенно. И в данное время об этом не нужно забывать. Итак, это бизнес серия ноутбуков. Значит, это у нас серия MSI Modern. Значит, Modern Warfare хочется сразу добавить. В общем, это самый бюджетный вариант. Этот бюджетный вариант можно найти на 13-м поколении процессоров, на 12-м поколении процессоров. Ну, 11-й уже как бы сейчас нет смысла искать, поэтому 12-й, 13-й это хорошо. Стоимость этого варианта в зависимости от объема накопителя, зависит от оперативной памяти, варьируется от 32-х, от 40-ка тысяч рублей в зависимости от процессора до 80-ти тысяч рублей. То есть это самый бюджетный вариант. И большая часть аудитории зачастую, возможно, будут смотреть именно на этот вариант. Но я про него тоже расскажу. Тут есть действительно что рассказать. Это хороший вариант. Про систему охлаждения это вообще какой-то пушка. Значит, этот вариант. Это у нас Prestige. Он мне очень понравился, потому что он самый легкий из всех. То есть, если мы будем сравнивать с точки зрения веса, то этот весит 990 грамм. То есть он очень легкий. Вот. И он по факту ощущается как планшет. Соответственно, это уже более прокачанная версия ноутбука. И стоимость этого ноутбука, Prestige, в зависимости также от комплектации, ну и соответственно характеристик, от 116 до 160 тысяч рублей. То есть, можно, конечно, найти чуть побольше, потому что я же не знаю, когда это видео смотрите. Вот. Это вот что касается Prestige. Это второй уровень. И первый уровень, самый топ из бизнес-сегмента, это как раз вот этот прекрасный момент. Называется MSI Summit. Во-первых, у него сильная сторона это то, что он может открываться вот так. То есть, он на 360 градусов открывается. Вот. У него полностью сенсорный экран. То есть, мы можем рисовать и тому подобное. Вот. Ну и естественно, здесь максимально все топ. Премиальные материалы и так далее. То есть, в этом отношении и сканер пальцев, и топовое железо, и мы сегодня тоже про него поговорим. Соответственно, это самый топ. У него стоимость начинается, вот в DNS я смотрел, у него стоимость начинается от 144 тысяч рублей. Опять же, зависит от комплектации. То есть, вы можете посмотреть на 12-е поколение. Вот. Если мое мнение, сразу скажу, перед тем, как мы начнем обзор, если мое мнение, я считаю, что 12-е и 13-е поколение прекрасное у Intel. Поэтому, если я бы сам выбирал, например, какую-то ноутбук выбирать, например, из этих сегментов, там, доступный вариант, там, второй уровень, там, по престиже, да, он так и называется престиж. И саммит, самый высший с точки зрения бизнес-сегмента, то я бы выбирал минимум 12-е поколение. А 11-е поколение я бы не выбирал. Я бы выбирал либо 12-е, либо 13-е поколение. Сегодня с тестами я вам все покажу, с накопителями, с производительностью и в играх тоже протестируем. Потому что я прекрасно понимаю, что люди, которые берут эту серию ноутбуков, они все равно хотят хоть когда-нибудь иногда поугарать в играх, там, и так далее, и так далее. Итак, теперь давайте перейдем непосредственно к характеристикам. Значит, что у нас по поводу модерна. Здесь стоит Core i7, 1335U, здесь кэш третьего уровня 12 мегабайт, два производительных ядра, 8 энергоэффективных, количество ядер и того 10, но потоков 12. Базовая мощность процессора здесь 15 ватт, 55 ватт потребляет эта железочка у нас в турбо-режиме. Вот, графика здесь Intel Iris Xe и 8 гигабайт оперативной памяти LPD-DDR4-3200, литография 10 нанометров. Ну, Intel 7, поэтому вы сами знаете все эти фишки, Intel 7, поэтому честные вроде как бы это 7 нанометров, но как бы и 10. Короче, Intel 7 10 нанометров, условно. Вот, соответственно, с точки зрения Thunderbolt'а, из этих всех трех вариантов у этого ноутбука нет Thunderbolt'а. У остальных есть Thunderbolt'а, поэтому тут очень важный пункт, но тут есть Type-C. И я вам дальше скажу, что этот Type-C может. Prestige, здесь у нас 1370P Intel Core i7, 24 мегабайта у нас здесь кэш-память третьего уровня, высокопроизводительных ядер у нас 6, энергоэффективных 8, 14 ядер и того, 20 потоков, базовая мощность процессора 28 Вт, максимальная мощность процессора 64 Вт. Также Intel Iris Xe, 32 гигабайта оперативной памяти LPD-DDR5, 4800, 10 нанометров и здесь есть уже Thunderbolt. Сразу давайте подведем такой момент. Если есть Thunderbolt, значит есть все через этот Thunderbolt. Если вы видите в принципе молнию, в данном случае их здесь две, это говорит о том, что есть поддержка внешних видеокарт, есть поддержка зарядки через это, есть поддержка любого монитора, который есть. То есть здесь USB 4, Thunderbolt 4, то есть это совместимо. 4К мониторы, 5К мониторы вы можете подключать, то есть в этом отношении это уже порт будущего, и вы можете что угодно, хоть интернет, хоть LAN, хоть что угодно к нему подключать. Поэтому это сразу очень серьезное преимущество для этого ноутбука. Ну и последний у нас MSI Summit E13 Flip EVO, и здесь уже 1360p, чуть слабее процессор по сравнению с престижем по комплектации. L3 у нас кэш 18 мегабайт, 4 высокопроизводительных ядра, 8 энергоэффективных, 12 и того ядер, 16 потоков, 28 ватт базовая мощность процессора, 64 ватта потребления процессора в турборежиме, графика Intel Iris XE, 16 гигабайт оперативки LPDDR5, 4800, тоже 10 нанометров, и тоже есть два Thunderbolt, то есть в этом отношении это пушки с точки зрения вот этих два ноутбука, а не пушки с точки зрения технологии Thunderbolt. Это классно, супер. Значит, перед тем, как мы начнем переходить к тестам, я, знаете, что сделал, я разобрал все эти три ноутбука. Значит, что мне понравилось, как бы это странно ни звучало, мне понравился вот этот ноутбук Modern. Во-первых, конечно, он из всей серии самый тяжелый, и, наверное, это не очень хорошо, потому что хотелось бы, все-таки тут не самое мощное железо, хотелось бы его сделать чуть полегче, потому что, ну, все-таки очень много весит для такой производительности, но, справедливости ради, здесь просто великолепная система охлаждения. Посмотрите, я разобрал все эти три ноутбука, посмотрите с точки зрения внутрянки, да, то есть везде стоят NVMe накопители, это первое, и, конечно, везде припаяна оперативная память. Вообще, это не очень люблю, конечно, потому что, если вы хотите модернизировать оперативную память, то это зачастую сразу смотрите на игровой ноутбуке. В игровых ноутбуках там в большей части стоят уже просто карты памяти, ой, карты памяти, слоты, азу, да, рам, и вы, соответственно, можете модернизировать. Вот, в бизнес-серии все припаяно, соответственно, сразу вам даю рекомендацию. Если вы знаете, что это такое на экране, вы знаете, как это называется, вот сейчас вот поугараем немножко, если вы знаете, как этим пользоваться и какое вам устройство нужно для того, чтобы это считать, то есть вы, в принципе, называете и знаете, что такое QR-код, то вы ни в коем случае, ни в какой из этой серии ноутбуков, пожалуйста, ни в коем случае не берите 8 гигабайт оперативной памяти. Вот я серьезно говорю, 8 гигабайт оперативной памяти не надо брать никому никогда, если вы знаете, что такое QR-код. Если вы берете 8 гигабайт оперативной памяти, вы должны сразу понимать, что мы это берем для родителей, для бабушек, для дедушек, потому что невозможно нормально, серьезно работать. Какой бы стоял проц, немощный там, мощный, какой бы накопитель не стоял, все глушится, все дохнет из-за этой 8 гигабайтной оперативной памяти, потому что просто все падает. В итоге работать невозможно, фрезы, игр некоторые даже не думаете запускать, потому что они тупо не запустятся и так далее. Соответственно, единственный момент, когда я могу порекомендовать, ну даже два момента, когда я могу порекомендовать любой ноутбук с 8 гигабайт оперативной памяти, это первое, если мы покупаем это для родителей, чтобы они там в фильмы и там в пасен сыграли, ну это честно, давайте будем говорить, это честно. Вот, либо второй вариант, это когда вы сразу туда ставите Linux, да, и вот тогда есть смысл брать этот ноутбук с 8 гигабайт оперативной памяти. И то тоже под Linux вы особо не сможете размахнуться. То есть Linux, естественно, мы прекрасно понимаем, что он гораздо меньше требовательный к железу, но во всех остальных случаях, пожалуйста, уберегите, доплатите эти несчастные 5-6 тысяч рублей, потому что рост производительности будет просто колоссальный. Если же вы хотите сэкономить, и вы хотите взять вот эти железки за 50, за 80 тысяч с 8 гигабайт оперативной памяти, то сразу вам рекомендую, берите тогда спокойно на 10-м поколении процессоров. Вот просто спокойно. На 9-м, на 8-м поколении процессоров. Потому что по факту все равно все упрется в эту оперативку. Поэтому можете спокойно не платить эти полтинник, за 25-30 тысяч взять этот 10-11 поколение процессоров, Intel с 8 гигабайт оперативной памяти, и забить. Потому что нет смысла от офигительного процессора, нет смысла от этого офигительного накопителя, когда у вас все тупеет из-за оперативной памяти. Поэтому сразу вам говорю, я проводил огромное количество тестов, сразу говорю на весь интернет, я понимаю, что многие вам говорят, 8 гигабайт нормально, говно эти 8 гигабайт оперативной памяти. Тормозит все, что можно тормозить. У меня этот компьютер открывает папку, проводник, несколько секунд, да нахрен это все надо. Просто в задницу эти 8 гигабайт оперативной памяти. Для чего сделал производитель 8 гигабайт оперативной памяти? Объясню. Для того, чтобы как раз удовлетворить все сегменты рынка. Как раз родителям что-то взять, кому-то там как офисный ноутбук, потому что он там только в вордовском документе работали. Это более-менее для одной программы. То есть 8 гигабайт это для одной программы. Поэтому, пожалуйста, ребята, не допускайте ошибок. Потому что здесь припаяно. Вы потом будете менять весь ноутбук. Поэтому максимально универсальный это 16 гигабайт оперативной памяти. И в принципе пофигу. DDR4, DDR5, 16 гигабайт это хорошо. Если мы говорим про 32 гигабайта, это уже на какую-то прокачку, на какую-то работу. Поэтому обязательно обращайте это внимание. Ни в коем случае не допускайте ошибки. И покупать себе под профессиональную работу 8 гигабайт. Бред, там не будет никакой профессиональной работы. И вы будете просто мучиться и думать, почему у вас на 13-м поколении процессоров система вся тормозит и лагает. В прямом смысле у вас все будет лагать. Итак, значит что мне еще, ну в принципе понравилось в этом ноутбуке. Во-первых, да, он бюджетный. Из-за того, что он бюджетный и от хорошей, известной компании, которая не уходит с России. И все функционирует спокойно. С этим ноутбуком ты уверенно себя чувствуешь. Система охлаждения у этого ноутбука, вы просто посмотрите внутри. То есть, есть ли троттлинг? Сразу я себе это пометил. Троттлинга нет вообще. Вообще нет у троттлинга. У этого, ну в принципе и процессор не такой мощный, но троттлинга нет. Корпус очень, несмотря на то, что он пластиковый, он очень сбитый. То есть, он ничего не кряхтит, не брехтит. Мне, конечно, до сих пор не нравится система охлаждения, то, что воздух подсасывается снизу. То есть, я не понимаю, почему нельзя сделать все-таки по бокам, как у компьютеров Mac. Но, в принципе, это уже сейчас большая часть распространена у Windows ноутбука. Дальше. Здесь есть отдельный порт зарядки питания. HDMI, USB-A, USB-C, порт для наушников. И здесь USB-A еще две штуки. Причем 2.0. И microSD. Слушайте, я даже не буду тестировать microSD, потому что у меня сейчас этой карты нет. Я не знаю, почему microSD до сих пор вставляется. Наверное, это в мире очень распространено. Но у всех этих трех ноутбуков, бизнес-сегменты, есть microSD. Почему не SD? Я хрен его знает. Ну, как бы вот честно. Вот даже у меня в Blackmagic камере стоит SD-карточка, а не microSD. MicroSD, ну где он? В телефонах используется. Вот. Поэтому, просто имейте в виду. По мне, так это бесполезный порт. Так же, как и USB 2.0, ну это сколько, 60 мегабайт передачи данных, для мышки использовать с клавиатурой удаленной, еще что-то. Ну и флешка очень тормознительно будет работать. Теперь, что касается вот этого HDMI. Дело в том, что в паспорте этого ноутбука написано, что этот ноутбук по HDMI может выдавать 4К 30 фпс. Что самое интересное, я проверил со своим монитором, достаточно долгое время, я там запускал тесты. У меня спокойно этот порт HDMI выдает 4К 60 Гц. Почему в паспорте написано 30 Гц, я не знаю. Я спокойно тестировал, смотрел видео, у меня все нормально работает. Может быть там, конечно, с каким-то поддержкой HDR и тому подобное, но у меня работает. Я смотрел и через программное обеспечение, я смотрел и через настройки самого монитора внутри. Думаю, ну блин, ну я и вижу, что это 60 Гц. Соответственно, HDMI здесь, несмотря на то, что в паспорте написано 4К 30 Гц, у меня делает, и все работает 4К 60. Вот, конечно, тут сразу нужно добавить, это инженерский, инженерный, можно так сказать, экземпляр. Поэтому, но я сомневаюсь, что он будет очень сильно отличаться от того, кто потом попадет в магазин. Соответственно, что касается Type-C. Вот Type-C здесь, в этом отношении, что мне понравилось. Во-первых, он поддерживает зарядку. Во-вторых, он поддерживает, ну естественно, всю передачу данных. Во-вторых, он поддерживает передачу изображения, то есть вы можете подключить свой 4К-монитор. Будет работать 60 Гц, все будет прекрасно функционировать. И что самое важное, в эту же секунду у вас будет подзаряжаться ноутбук. Вот, то есть, можно сказать, этот ноутбук можно использовать реально с внешним 4К-монитором. Он будет у вас использоваться как MacBook. Подключили, у вас идет одновременно зарядка, вот, и одновременно передача изображения на ноутбук. Точнее, на этот, на монитор. Но, включается кулер и достаточно шумит. Ну, конечно, громче, чем MacBook, тут надо честно сказать. Поэтому, в данном случае, имейте в виду, что вот эта вот часть, левая, да, порта портов, она очень передовая, классная и крутая. Здесь есть подсветка клавиатуры, поэтому даже в бюджетном сегменте MSI все-таки не ушли от удобных вещей в виде подсветки. Поэтому, подсветка здесь есть, она работает и прекрасно. Вот, теперь, что касается у нас престижа. Первый, конечно, престиж, что, чем он подкупает, это, конечно, вес. То есть, если вы собираетесь, если вы, вот, прям, девушка, особенно девушки, я сразу вам рекомендую престиж. Потому что это просто шикардосный ноутбук с точки зрения веса. Вот, он реально ощущается как планшет. Он маленький, он удобный, он аккуратный. Вот, у меня тоже, конечно, это инженерный экземпляр. Вот, здесь уже немножко передовой. Здесь тоже microSD, не знаю, на кой хрен он здесь нужен. Замок, USB-A и здесь уже два Thunderbolt. Вот, два Thunderbolt это уже серьезно. То есть, вы можете подзаряжать и внешнюю видеокарту подключать и так далее. Вот, и использовать этот, например, как, условно, процессор, а внешнюю видеокарту использовать и играть спокойно на том же мониторе. Вот, здесь уже, конечно, гораздо лучше экран. Здесь есть механическое закрывание веб-камеры, да. Вот, по поводу разбора и сканера отпечатка пальца, тут тоже все в этом отношении хорошо, прекрасно. Что касается общей производительности в таком корпусе, то здесь троттлинг показывает у меня 8%. 8% троттлинг у меня здесь показывает, но тут нужно признать, здесь и самый мощный стоит процессор. То есть, напоминаю, здесь стоит у нас 1370P. Соответственно, тут, ну, такое мощное достаточно железо. Что мне нравится в первую очередь, это вес, экран, Thunderbolt и все технологии. И, соответственно, вы можете спокойно, если вам, к примеру, не нравится 13-е поколение, вы можете спокойно обратить внимание на 12-е поколение процессоров. То есть, в этом отношении прекрасное железо и прекрасное оснащение. Ну, и, конечно, наш, можно сказать, самый крутой чувак из этой серии. Это с самым крутым экраном, с самым, может быть, таким, крутым оснащением, с таким цветом. С отключением также механические веб-камеры, с двумя Thunderbolt'ами, со сканером пальца. Это у нас Summit. Что мне здесь не очень сначала понравилось? Я думал, что вот это, вот этот вот, можно так сказать, пазл, вот этот вот картридж, это вход для сим-карты. Я такой сначала, о, нифига себе, прикольно, вход для сим-карты. А потом я понял, что это microSD. На кой хрен microSD, я не понимаю. То есть, я бы даже информацию важную не держал на microSD, ну, как бы, не знаю. Может быть, есть какие-то ребята, которые там что-то хранят на microSD, и если у них отбирают ноутбук, они быстренько иголочкой. Чикс, хопс, ну, попробуй иголочку быстро найти в каких-то моментах. Ну, в общем, не знаю, по мне так лучше, наверное, сюда все-таки вставлять тоже SD-карточку. Сканер отпечатка пальца. Есть в каждом из этих ноутбуков, кроме Moderna. В Moderna нет. Придется использовать старый добрый клавиатурный ввод. Вот. Дальше, тип экрана. Здесь, ну, и вообще, характеристики экрана у вас перед глазами. Конечно, здесь у нас выделяется самый крутой, это MSI Summit, потому что он поддерживает, во-первых, у него большее разрешение. У него 120-герцовый экран, у него есть сенсорный экран, у него PPI переходит, как у Mac за 200 PPI, да. Градусы у него 360 работает, выдает яркость выше 500 кандел на метр квадратный. Вот. Контрастность у него тоже великолепная, поэтому в этом отношении вы можете быть уверены, что с этим экраном просто все шикарно. Я сейчас вам покажу в сравнении с Mac'ом. И в сравнении с Mac'ом, когда мы сделали на Mac'е разблокированную яркость. И, конечно, Mac с разблокированной яркостью, конечно, рвет и мечет всех. Вот. По углам обзора, по цветонасыщенности. Вообще, в принципе, у Mac'а, конечно, в этом отношении эталонский экран. Но, если вставить, опять же, первое место среди бизнес-серии MSI, то, конечно, это Summit. Потом у нас Prestige и в самое последнее это Modern. Сразу скажу, Modern страдать, да, придется с экраном. Особенно, если у вас Mac'а или что-то в этом роде. То есть, яркости недостаточно. Хочется хотя бы 70 кандел сделать побольше яркости. Вот. Я молчу вообще про цветопередачу, про насыщенность цветов и тому подобное. Сами видите, все перед вашими глазами. То есть, боль больная. Вот. Но надо и признать, что это совершенно другой диапазон цены. Да. То есть, это прямо бюджетный вариант на все случаи жизни. И если вы находите бюджетный вариант там с хорошим количеством запаса оперативки, вот, то уже все, в принципе, прекрасно. NVMe накопитель заменили и у вас все прекрасно работает и функционирует. Поэтому, если делать заключение по экрану, то, конечно, вот эти два у нас красавца вырываются вперед. Этот естественным образом остает, потому что вложение в него и стоимость, конечно, для конечного пользователя значительно другое. Вот. Поэтому, ну, в принципе, тоже имеет место на существование. Такой экран, вот, для обычных потребностей. Значит, по поводу веб-камеры, шторка веб-камеры, распознавание лица. Ну, распознавание лица сейчас можно, в принципе, спокойно сделать все через Windows, да? То есть, в этом отношении нет никаких проблем. Вот. Но, честно, мне больше нравится, как сделано у Prestige. Потому что, если у Summit сделано как-то странно, то есть, я сбоку, справа выключаю веб-камеру, а у меня веб-камера все равно открытая, да? То есть, я такой, типа, как бы сомневаюсь. То есть, здесь мы прямо в прямом смысле слова закрываем шторку и не переживаем, что у нас даже есть там веб-камера где-то там включена и тому подобное. Но и механические там и там есть, просто разными методами осуществлено. У Moderna, конечно, нет этого. Соответственно, будете, если вы параноик, заклеивать скотчем. Вот. А дальше, значит, по поводу беспроводных технологий. Значит, перед вашими экранами также, то есть, Bluetooth у нас только 5.2 стоит в Moderna. И то, это прекрасный результат. Вот. Wi-Fi 6 стоит везде, но в Prestige и в Summit Wi-Fi 6e. Будет прекрасная скорость. Там стоит Intel AX 201. 160 у него ширина канала Мегагерца. Выдавать будет он просто великолепные результаты. Я хочу еще сейчас, ну, можно так сказать, немножко добавить определенных знаний. Кто не знает, чем отличается Wi-Fi 6e от Wi-Fi 6e, от Wi-Fi обычного 6-го, 6e поддерживает еще 6-ти герцовую сеть. Вот. Конечно, такой Wi-Fi стоит пипец каких денег, но имейте в виду, что даже сейчас бюджетный вариант Modern имеет Wi-Fi 6 и уже хорошо, уже прекрасно, уже, в принципе, нормально. Вот у меня дома стоит Wi-Fi 6 и, в принципе, просто уже гораздо будет лучше связь. Поэтому с таким ноутбуком делайте себе дешевую Wi-Fi сеть 6-й версии и у вас вообще все прекрасно будет работать и функционировать. Значит, что касается видеоразъема. Здесь все видеоразъемы, несмотря на то, что даже в Modern написано, что поддерживает 4K только 30 кадров, все эти ноутбуки поддерживают через HDMI 4K, монитор 60 герц в итоге по факту. По Thunderbolt все упирается только в скорость. То есть в этом отношении можете быть спокойно уверены, там 5K-монитор, 6K-монитор подключаете, все у вас будет работать. 2-4K-монитора. Вот. Все вытянет, процессоры эти вытянут 13-го поколения, то есть все будет хорошо, прекрасно работать. Даже, может быть, если у вас 4K будет там 120, да, 120 герцовки тоже потянет по скорости. Вот. Соответственно, тоже имейте в виду, что Thunderbolt здесь, в данном случае, вот здесь решают очень многое. Аудиоразъемы, ну, стандартные, вот, без какого-то особого шика, то есть без поддержки широкого диапазона импеданса, но это и не ноутбуки для создания каких-то, можно так сказать, креативных идей, то есть это ноутбуки бизнес-сегмента. Вот. Кстати, про Linux, дальше мы чуть затронемся, я устанавливал Linux и дальше вам скажу. Друзья, я нашел, где может пригодиться microSD слот. Вот. Дело в том, что у меня есть вот такой замечательный аппарат Zoom H6, аудиорекордер, и Zoom F1. Чем, почему я купил вообще Zoom F1, почему мне хочется его взять, потому что, ну, вообще, в принципе, я его взял для себя, потому что здесь, дело в том, что звук записывается сразу, ну, как бы, в себя, да, то есть на карту памяти. И здесь как раз карта памяти microSD, вот. И, ну, фишка этого еще в том, что тут можно вставлять, тут можно вставлять насадки, да, то есть я могу сделать вот такой вот перенос, и у меня получается, ну, вот такой вот рекорд, да, то есть хоть пушку и так далее. Поэтому мне это понравилось. Но! Из-за того, что здесь вот ушлепская microSD, и я постоянно думаю, как мне это ставить в MacBook, я в итоге этим Zoom редко пользуюсь, то есть пользуюсь, когда мне нужно, например, задвоить звук, чтобы, ну, как бы, условно, сейчас у меня по радиоканалу идет передача. Соответственно, я в этом отношении сразу, ну, подстраховываюсь, соответственно, ну, вот Zoom F1. Возможно, в мире огромное количество именно такого оборудования, да, типа F1 с microSD, и это считается, ну, вот, можно сказать, у профессионалов, и много телефонов, которые просто microSD поддерживают, поэтому, ну, и делают такие ноутбуки с microSD. Но мне кажется, гораздо разумнее продавать с SD, на крайний случай, можно фирменную какую-нибудь фишку MSI, там, в коробку положить, карточку SD, где внутри microSD. Ну, ну, интересный вход, да, например, хотя бы на 8, на 16 гигабайт, ну, вот, если уж так это хочется. Вот, но просто, если я в SD могу вставить microSD, то в microSD я никак не могу вставить SD карточку. И в итоге я пользуюсь Zoom, да, который у меня здесь спокойно, здесь SD карточка. Поэтому, может быть, из-за этого как раз и происходит. А сейчас давайте протестируем звук, я вам покажу, в принципе, как вообще звучат эти динамики, потому что, ну, вы должны знать, что вы покупаете. Это максимальная гром. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что тут можно сказать? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Офганистры сделал DimaTorzok Вот причем значительный предпочтительно Потому что там она рвет и мечет Либо хотя бы хоть какую-то дополнительную дискретную видеокарту Даже какое-нибудь nvidia.mx Которая хоть чуть-чуть добавляет буфер и более менее делает стабильности Потому что Intel Xe это графика не для того чтобы играть А для того чтобы просто у вас отображалась на экране какая-то информация Ну более-менее там что-то может еще там полайтовый сделать фотку там или видео какой смонтировать но это вообще очень-очень лайтовая версия вот теперь непосредственно еще поскольку я прекрасно понимаю у меня круг моих знакомых достаточно обширный и они меня попросили сделать следующий тест они меня попросили установить современные linux системы вот и вот тут конечно за парочка у нас вышло потому что естественно поскольку я сейчас прекрасно понимаю что мы живем в российской федерации и сейчас продвигаются российской операционной системы к российской операционной системы на основе linux и да то есть какие сейчас есть операционной системы первое конечно это лидирует astra linux ну то есть это всем уже известно дальше рту с альту с аврора с что у нас там еще но касперский но это вообще отдельная тема они там все под железо делают это совершенно другой уровень вот но если мы возьмем альту с и там astra linux то конечно больше всего поддержкой прокачка и продвижение astra linux так вот что вы думаете я пытался установить на все эти три ноутбука astra linux мне ничего не получилось мне не получилось установить сюда astra linux поэтому ребята если вы собираетесь брать astra linux вы должны сразу гуглить как решается с зеленый зеленый черный экран потому что у меня появился черный экран и там столько решения всяких проблем там от я смотрел там и в gpu может быть проблема и там в каких-то накопитель там пипец столько моментов и я просто честно я не стал тратить время я посмотрел некоторые варианты я сделал разные сборки у меня не получилось установить на 13 поколение просто я думаю что может быть как раз с этим связано astra linux вот соответственно если вы устанавливаете ubuntu если вы устанавливаете федора вот я установил просто как дополнительные две операционные системы linux все прекрасно работает все функционирует нету никаких проблем опять astra linux начинаешь ставить в момент установки все хорошо все настраиваешь там то суперскими функции то и вообще без функций все он просто черный экран мигающая точка и ничего не работает ю-моё вот соответственно я понимаю прекрасно что если ребята вы работаете в astra linux то есть пиццы которые сейчас смотрят да вы работаете в astra linux и вы знаете возможно как решается этот вопрос вот имейте ввиду что с 13 поколением процессоров intel я думаю что тут проблемы не в мсi а именно в техническом оснащении есть проблема еще доработки то есть надо либо подождать когда astra linux обновится либо вы уже сами знаете как это решать вопрос несколькими способами вот я не хотел на это время тратить потому что ну пипец ну то есть как бы мне интересно в первую очередь ну сделать как обычный пользователь бы с этим столкнулся и я вижу что федора устанавливается спокойно ubuntu спокойно устанавливается все функционирует прекрасно все под разрешение все работает все оптимизируется единственный какой момент это интеловский вай-фай и вообще сетевая карта не в каком ноутбуке она не работает то есть не в каком ноутбуке под linuxом не под убунту не под а кстати не под убунту не под федора не под windows 10 не под windows 11 но здесь windows 11 идет сразу но по 10 тоже проверял не работает сразу сетевая карта то есть если вы будете перестанавливать систему сразу позаботьтесь о том чтобы вы здесь поскольку нету портов lan ванда ethernet короче сразу возьмите какой-то переходник либо и на юсби ай либо на юсби си который вам поможет установить драйверы твой карты хотя бы просто обновление да то есть вы по проводу как это делается как я это в итоге сделал я просто через переходник подключил там 500 рублей этот переходник стоит подключил через юсби а лан вставил винду обновил вот либо в бунту я зашел через терминал да и максимально запустил драйвера и после этого после перезагрузки у тебя зарабатывает начинает вай-фай может быть из-за того что тут вай-фай 6 до и еще системы операционные ну как бы не совсем понимают сразу как работать с коробки вот имейте ввиду что просто есть такая проблема либо последнюю сборку винды самую клевую одиннадцатую там скачать вот либо убунту самую последнюю который поддерживает вот этот вот интелский вай-фай вот но если переходить к заключениям ну можно так сказать давайте уберу немножко в сторону мак какие эти ноутбуки модерн можно порекомендовать в принципе да это можно сказать что это бизнес сегмент потому что стоимость там сейчас я вот смотрел есть ноутбуки уже там на не на тринадцатом конечно поколение процессоров но за 30 тысяч рублей 33 тысяч рублей от известной компании где у тебя ну все достаточно известно 180 градусов в кровати очень удобно работать вот все надежно все хорошо ничего не скрипит не пихтит поменял ссдшник и у тебя все работает до экран конечно тусклый до экран конечно не самый современный но имейте ввиду что ну блин ну цена соответствующая вот это вот что касается на модерна престиж но это вообще мой любимчик несмотря на то что саммит вообще прекрасный офигенный классные с точки зрения вот этого всего позиционирования вот но престиж это просто мое почтение то есть как говорил стас да соответственно ну это реально классный ноутбук мне он очень понравился тоненький легкий удобный производительный со сканером пальца с подсветкой стандарт болтами просто шикарно и и и весит как планшет и размер как планшет и ну блин вот вот это мой наверное самый лучший ноутбук который вот я тестировал потому что ну на винде очень удобно маленькие рамки нет никаких ну в это в отношении каких-то проблем сложности то есть ну классно удобно мне это понравился и максимально интересная цена то есть вот конечно ну честно 100 тысяч рублей я представляю там сейчас никто из этом 100 тысяч рублей ром ты чё ты прикинь какой можно сделать взять игровой ноутбук давайте будем честны то есть я вам тоже покажу время работы от аккумулятора игровые ноутбуки если вы берете с другом пообщались и прекрасно сказал такое заключение что игровых ноутбуков не бывает ну конечно типа нам пытаются подать это игровые ноутбуки но что такое игровой ноутбук смотрите во первых игровой ноутбук это уже не ноутбук с точки зрения автономности ну сколько он продержится в автономности ну сколько полтора часа ну как как это можно говорить про ноутбук у вас сразу у гогошится аккумулятор очень быстро то есть полгода год если вы так будете играть который у вас будет аккумулятор за полтора разряжаться это просто жесть от него ничего не останется второй момент игровой ноутбук который ну вот даже там самый офигенный клевый 3 кило давайте будем называть это честно это игровой стационарный комп потому что три килограмма с собой таскать но это прям вообще пипец это прям нифига не айс то есть либо вы имеете автомобиль да то есть вы просто кинули на заднее сидение и не паритесь но даже если потом по этажам поднимаетесь это не тот ноутбук зарядка еще ты его будешь с собой таскать но это пипец это не самое приятное удовольствие и здесь цена платится не за производительность здесь платится за удобство за легкость то есть когда вот например вы работаете каким-нибудь сетевым инженером да то есть вы работаете там программистом и вам нужно просто вот так взять и пойти и 6 часов с ним поработать вот с этим ноутбуком вы сможете 6 часов вы пошли в серверную пошли в кафе вы взяли вот этого не паритесь по поводу зарядки где вы там забыли эту зарядку и без зарядки нельзя выходить и так далее то есть у вас тут тандерболл да то есть вы взяли спокойно какой пауэрбанк с собой хренакс втащили его кстати давайте посмотрим прям реально сейчас мне как раз сзади пауэрбанк стоит просто заряжается не заряжается а чуть не проверял но должно заряжаться соответственно и эта часть но это как бы эта серия ноутбуков сделано под то чтобы вам было удобно работать и стоимость создана для того чтобы уменьшить вес до уменьшить рамки уменьшить ну как бы габариты чтобы максимально вам было комфортно и удобно вот давайте сейчас посмотрим да пошла зарядка отлично компьютер не выполняет зарядку компьютер не выполняет зарядку и при этом идет зарядка windows эти обожаю просто нет показывает идет зарядка ну естественно понятно что нужен соответствующий адаптер питания powerbank и соответственно кабель но идет зарядка прекрасно то есть соответственно в этом отношении можете сразу подобрать более менее хороший какой-то powerbank универсальный и функционировать и работать на этом компьютере поэтому этот компьютер спокойно можно взять в какую-нибудь серверную вот так вот с ним посмотреть что-то там вбивать да то есть в этом отношении это удобно в этот компьютер можно держать одной рукой он сделан под другие задачи а вот с игровым компьютером по три килограмма вы так не посидите нужно тоже честно сказать что почти у всех ну не у всех конечно но если только это игровой компьютер не за 200 и там более тысяч рублей но там же говенный экран ребят ну ты же просто пипец то есть вы покупаете за там на огромные бабки там за 150 там комп ну вот ну конечно если престиж взять какой-нибудь вот тоже вот и мы сайт не престиж а я креатор то там конечно более-менее с хорошим экраном но там за 90 тысяч рублей вы посмотрите какие там экраны у ноутбуков игровых ну это же просто жесть как у модерна то есть вы покупаете мощное железо но играть на этом невозможно потому что вы смотрите в этот монитор уродски просто и ты такой смотришь такой да нахрен мне это нужно то есть не цветонасыщенности не детализации все в какой-то блеклое но это вообще некрасиво а здесь прекрасные мониторы то есть в этом отношении и это совершенно другой уровень вот ну и конечно престиж кому можно порекомендовать ну первым ребятам естественно кому нужен сердце на экран да то есть в этом отношении сенсорный экран там если вам нужно что-то рисовать вот пленки не пленки это уже сами ребята определяются Вот, кому нужен экран-планшет, да, то есть, когда вам нужно что-то вот так вот делать, да, вы хотите там какие-то, я не знаю, как играется на сенсорных экранах, потому что я не играю, вот, но очень хороший пример, да, то есть, вот я держу, а сзади нажимаю на клавиатуру. Пожалуйста, вот когда я держу вот так ноутбук, сделайте, пожалуйста, клавишу, кстати, вот вместо вот этой веб-камеры сделайте лучше вторую клавишу блокировка клавиатуры, потому что если я пользуюсь сенсорным экраном и держу вот так, вот я держу, у меня тут все плавает, вот, а я, мне же как-то надо, как мне вот так держать, как мне вот так держать, ну нет, я держу вот так, например, да, одной рукой, вот, вот так я держу, и я нажимаю на клавиатуру, и по факту у меня здесь начинаются эники-беники. все я пересхватил все у меня другое слово набралось поэтому имейте ввиду что ну как бы не совсем корректно и удобно работать вот но с точки зрения экрана сенсорного да это хорошо то есть в этом отношении он даже винда сразу подделалась обновилась увидела что у меня сенсорный экран и вот видите как она прекрасно работает и функционирует вот поэтому это тем людям которым нужен сенсорный экран да хорошо соответственно но шумит тоже шуметь начинает вот это вот мое заключение по msi имейте ввиду и если конечно ну переходить заключению что брать на вообще какой брать ноутбук если вам нужен и максимально эталонный экран и тому подобное то я бы обратил внимание тоже от msi креатор то есть я тестировал ребята креатор это просто пушка не надо брать вот эти ноутбуки и делать на них графику возьмите креатор он будет мощнее с точки зрения графики он будет откликает калиброванным дисплеем то есть в этом отношении даже не сравнивайте эти ноутбуки под другие задачи ну по факту офисные до linux задачи то есть какие-то там виртуальные машины и все в этом роде то есть они настроены на вот это вот если вы хотите создавать контент и при этом что у вас тоже батарейка нормально служила чтобы у вас ну вес ноутбука был не три килограмма то это креатор ноутбук там за 16 за 15 за 16 п и так далее так далее вот если хотите уже игровые голосуйте пишите и сделаем обзор на игровые ноутбуки от компании на сайт на этом друзья все надеюсь это видео было для вас полезным с уважением к вам и к вашему выбору всего доброго